Мы сейчас с вами именно про силикон поговорим. В наборе 5 кисточек. Они различаются по мягкости, они различаются по форме. Для чего же они нужны? Вот это жесткая кисточка, это кисточка копытца, черная это самый жесткий силикон. Что эта кисточка делает, девочки? Она распределяет фольгу и стикеры, и наклейки, и приклейки на ваши ногти, оставляя их там в очень хорошем качестве. И вот так вот кисточку приложу, и вы увидите, насколько плотное прилегание у нее. Она очень хорошо распределяет и разглаживает. И если вам надо прижать очень качественно вот эти ваши все наклеечки, вот эти все ваши принты, вы должны обязательно этой кистью прорабатывать. Что делает она еще, кроме наклейчик? Она работает как многоразовый, многоразовый пушер, мягкий. И смотрите, как она очень хорошо прилепляет, видите? Но самое клевое это фольга. Когда вы прилепляете фольгу, вы вот так распределяете, да, по бокам, и потом отрываете у вас цельное зеркальное покрытие. Это силикон, самый мягкий силикон из всех существующих. Это эластичная кисть, которую я делаю. Втирание геля, моделирование геля, она не боится ламп, она не боится солнечных лучей, она не боится волн. Всего того, что заводит наш полимер. Ну, представим себе, что вот вы работали, да, материалом. Вот вы выкладывали, выкладывали, а потом в гель отправь, пожалуйста, включи лампочку и подержи ее там. Для чего еще эти кисти можно использовать, как не для геля? Вы их можете использовать для росписи, по керамике и стеклу. Заполимеризовалась. Хотела проверить и снять. Видите, вот заполимеризованный материал. Вот вы с кисточки его сняли, ваша кисточка готова к употреблению. Вылизывает материал идеально, идеально распределяет его. Кисточка, корректор, корректор, скошенная кисть. Силикон у нее средней жесткости, а значит, она может что делать? Она может убирать затекший материал. Допустим, в кутикулу у вас затек материал, вы это дело быстро убираете. Она уникальная. Смотрите, чем. Видите вот этот скос? 45 градусов. Она, девочки, будет работать у вас не только в геле, но и в акриле тоже. Акрил. Когда вы выкладываете, ну, например, вы медленный мастер, акрил скоростной или лето, у вас все это дело быстро встает. И вот вы выкладывали, допустим, акрила там выложили удлинение. Она вам так подобьет бортики вашего удлинения, что другому материалу останется туда только затечь. Только затечь. Что она еще делает? Она без остатка забирает материал с ваших банок. Значит, эти кисточки, мы ими делаем дизайны. Резанные, давленные, очищаем, работаем с витражами, работаем с замесами. Они в себя не впитывают пигмент, а значит, не будет перерасхода материала. Например, смотрите, она может прочищать. Она может прочищать. Также работать, как плоская кисть, например, в технике прорубок и прочисток. Мы можем создавать эффекты барельефов и кружав. Мы можем расчищать материал, подвигать его и делать всевозможные резанные работы. Видите? И это силикон. А теперь включите на секунду ваше воображение. Представляете, что если снизу там вы выложили всю ту ногтевую, блестящую массу, которую вы все любите, это все откроется через окошки. Это будет все мерцать. Вот этот набор, набор номер 10.